150 лет назад король Франции повелел доставить этот обелиск из Египта, чтобы украсить им сердце Парижа. Он был возведен за три тысячи лет до этого в честь великого фараона Рамзеса II со следующим посвящением. Пока существуют небеса, твои монументы будут стоять, и имя твое будет вечным, как небеса. За 30 веков владычества фараона в Египте, народ Нилы создал самые роскошные памятники из всех, что видел свет. Среди них – самый крупный храмовый комплекс Древнего мира. Эти чудеса из камня были подношением богам и царям. Египтяне верили, что человек, подобно Солнцу, может умереть и возродиться. Они возводили замысловатые гробницы, защищавшие тело и служившие вечной обителью для души. Чтобы обеспечить себе бессмертие, они создавали путеводители по загробному царству – книги мертвых. А на своих монументах они оставляли свидетельство своей веры. Эти письмена помогают нам разгадывать тайны Древнего Египта. Дамы и господа, мы находимся у храма царицы Надшепсут. И как во времена Геродота, Антония и Клеопатры, тысячи людей приходят сюда, чтобы увидеть эти чудеса. В Зеленую долину для святой встречи Амон-Ра и Бакени Хатор, длящейся 15 дней раз в году. Но сегодня этим с виду неразрушимым строением, простоявшим 50 веков, грозит опасность. Возможно, их судьба определится еще при нашей жизни. Поэтому люди, сведущие в вопросах науки, души и сознания, съезжаются сюда со всего земного шара, чтобы спасти бесценные монументы, чтобы расшифровать загадочные послания, пока они не исчезли навсегда. Это история Египта в поисках вечности. Египет в поисках вечности. Специальный выпуск Национального географического общества. Производство Национального географического общества и студии WQED Питтсбург. Нил. Плывя по бескрайним пескам Египетской пустыни, его бесценные воды подарили жизнь и дыхание одной из величайших цивилизаций за все время существования нашей планеты. «О славься, Нил!» – гласит древний гимн. «Пробившийся из земли, чтобы питать Египет. Кормилец, богатство-творец, создатель всего хорошего». Каждый год после разлива реки оставались щедрые запасы ила. Используя его, крестьяне могли вести оседлую жизнь. Благодаря обильным запасам воды, жизнь здесь всегда была богатой, а урожаи – обильными. Даже глина сотмери Нила была для людей материалом для всего. От посуды до кирпичей, из которых они строили свои дома. Сам Нил был главной египетской магистралью. Лодки плыли на север по течению, а на юг – с попутным ветром. Чтобы предсказывать время разлива реки, древние египтяне изобрели календарь, который стал основой для современного календаря. Вокруг обширного оазиса долины Нила зародился образ жизни, сохранившийся по сей день, практически не изменившись с самых древних времен, о которых помнят летописи. В период ежегодного разлива Нила крестьяне, не имеющие возможности возделывать свои поля, строили пирамиды – гробницы для своих фараонов. Из семи чудес древнего мира сохранились только эти пирамиды. Они были лестницами в небо, ибо всем египтянам их религия обещала загробную жизнь. Великая пирамида, самая крупная из древних сооружений, состоит из более чем двух миллионов известняковых блоков, каждый из которых весит более двух тонн. Сто тысяч человек, двадцать лет, из посредних сил, без колеса, лошадей и железных инструментов, трудились над ее возведением, чтобы их фараон мог воссоединиться с Богом Солнца и обрести вечную жизнь. Их преданность богам и царям на протяжении трех тысяч лет была основой жизни Египта, которым правили фараоны. Испокон веков Нил был душой этой страны. Лотосы, растущие на отмелях, символизировали жителей Верхнего Египта. Папирус, блестящий мокрыми листьями в отмелях Дельты, был символом Нижнего Египта. Эта пластина навеки сохранила образ царя Нормера, который на одной ее стороне изображен в высокой короне Верхнего Египта, а на другой – в спиралевидной короне Нижнего Египта. Это символ объединения двух земель во имя создания египетской нации в 3100 году до нашей эры. С того момента обе короны венчали головы египетских царей, правителей двух царств Верхнего и Нижнего Египта. Связь между двумя государствами не прерывалась со времен Нормера до наших дней. Изолированная от соседей, защищенная горами, пустыней и морем, долина Нила была идеальным местом для зарождения цивилизации. Следы ее первых шагов можно найти в городе Некен. Это поселение, где и сейчас живут люди, хранит свидетельства того, что и 6000 лет назад оно было обитаемым. С 1967 года доктор Уолтер Фэр Сервис из колледжа Вассар и Американского музея естественной истории и ведет здесь раскопки в поисках корней цивилизации. Тогда мы просто возьмем копию этого фрагмента. Да, это было вот так. И тогда можно будет сделать такое предположение. Именно здесь всего 90 лет назад была найдена табличка с изображением Нормера. Здесь, 50 веков назад, царь Нормер заложил столицу Объединенной Нации. Перед нами стены роскошного комплекса, принадлежавшего царю, который жил здесь 5000 лет назад, в самом начале объединения Египта. Он был великим царем, могущественным монархом. Размеры комнаты и расположение предметов говорит о том, что он был очень богатым человеком. Мы знаем, что у него были целые хранилища, полные зерна. Мы знаем, что у него было много медных предметов и тому подобного. И тем не менее, как бы это ни было странно, этот могущественный монарх покинул это место. Он оставил его. И это одна из причин, почему мы обследуем эту территорию. Мы хотим узнать, почему, почему в самом начале египетской истории было покинуто столь важное место. Возможно, ответ все еще скрыт в этих глиняных стенах. Просеивая вековой мусор, команда фаер-сервиса продолжает воссоздавать по фрагментам историю этого поселения. Каждую находку зарисовывает жена доктора фаер-сервиса, Джен. Затем ее заносят в каталог для публикации и изучения другими археологами. Здесь были найдены предметы со времен предшествовавших появлению первого фараона до момента появления оседлой жизни в Египте. Множество нитей связывает древнюю и современную египетскую историю. Но нет нити более крепкой, чем вера в бессмертие. Эти тела, снабженные предметами, необходимыми в загрубной жизни, были похоронены здесь до того, как на этой земле первый фараон возвел свой дворец. А вот, если я приподниму ее немного, шпилька, которую мы нашли у крышки черепа. Она сделана или из гусиного пера, или из слоновой кости. Из слоновой кости, наверное. Да, наверное. Я положу ее обратно. Между прочим, если череп немного очистить, можно увидеть на нем волосы. Они очень-очень хрупкие. В этой столице сплелись воедино религия, традиции и политическая власть. Здесь были заложены основы, давшие рост самой стойкой из всех древних цивилизаций. Во прошествии двух тысяч лет, религиозные столицы Египта стали Фибы, один из самых богатых и могущественных городов на Земле. В его сердце стоял храм Амона Укарнака, самое крупное культовое сооружение древнего мира. С каждой новой династией фараоны достраивали и украшали этот величественный комплекс. Туденхамон, сказочные сокровища из его гробницы, поражали мир. Женщина фараона Чепсут, ее называли первой великой женщиной в истории. Еретик Ахенатор, он первому веровал в одного бога. И Рамзес второй, величайший строитель всех времен. Этот воин-царь, именовавшийся Рамзесом Великим и правивший Египтом 67 лет в период расцвета его могущества и благополучия, принес мир своей империи, произвел на свет около двухсот детей и оставил свои следы на половине всех египетских монументов. Рамзесу было всего 20 лет, когда в 1290 году до н.э. скончался его отец Сети I. Сети повелел возвести свой погребальный храм в Абидасе. Став фараоном, Рамзес в первую очередь отправился туда, чтобы совершить строительство. Для всех египтян это был святейший город на земле. 3000 лет спустя, некое мистическое чувство единения с Абидасом и давно ушедшим фараоном заставило приехать сюда удивительную женщину по имени Ом Сети. В компании коллег-египтологов она празднует свой 77-й день рождения. С днём рождения, Ом Сети. С днём рождения тебя. Что ж, большое вам спасибо. С вами у меня действительно счастливый день рождения. Произнесите речь. Речь? Какая прелесть. Я тронута. Увы, это обычная штамповка, но... Это не важно. Моё сердце, моя мать, моё сердце, моя мать, моё сердце, которое подарило мне жизнь. Не свидетельствуй против меня на суде. Кажется, здесь такой текст. Он должен быть таким. Да, вы правы. Большое спасибо. За Ом Сети в день её 77-летия на пути к 110-летию. Спасибо. Давайте выпьем за нашего старого доброго друга Рамзеса II. В Англии её звали Дороти Иди, но, по её признанию, что-то влекло её сюда с самого детства. Она приехала сюда 50 лет назад, вышла замуж за египтянина и родила сына, которого назвала Сети. С тех пор её зовут Ом Сети, что значит «мать Сети». Последние 30 лет своей жизни она посвятила изучению храма Сети I, в тонкостях изучив жизнь Сети и Рамзеса II. Рамзес говорит, что прибыл в Абедас I, понимаете, в первый год своего правления после смерти его отца. И он обнаружил, что оформление этого храма не завершено. Письмена сохранили его слова. «Я повелел завершить труд моего отца, и все труды, начатые моим отцом, и до сих пор незавершённые. Я приказал завершить их». А затем он продолжает, словно обращаясь к душе своего отца, понимаете. Он говорит ему, что всё, что Сети хотел сделать и не сделал, потому что смерть помешала ему, все его планы и стремления, Рамзес осуществит. И он сказал, что пока я буду править, будет так, словно ты всё ещё на троне. Он был славным парнем и очень хорошим сыном. Когда Умсети приехала сюда, чтобы работать в Египетском министерстве древности, храм был в руинах. Его восстановление стало её страстью. Мне предоставили груду каменных осколков с письменами. Их было более двух тысяч. Некоторые были очень маленькими, некоторые очень большими. Я должна была скопировать письмена на них, каталогизировать их и, по возможности, совместить поедино. Храм сияет фресками, которые выглядят так свежо и ярко, как они выглядели три тысячи лет назад. На его стенах изображена первая известная человечеству история о воскрешении. Мифический вождь Осирис был убит и расчленён его братом. Жена Осириса, богиня Изида, нашла разбросанные части его тела, сложила их вместе, и Осирис восстал из мёртвых. Их сын, бог Хорус, головой сокола, вырос и отомстил за своего отца. Бог Солнца послал Анубиса, бога бальзамирования с головой шакала, чтобы он подарил Осирису вечную жизнь. Египтяне верили, что, так как Осирис умер и воскрес, то и они могут обрести бессмертие. Воздавая почести Осирису, Сетти обеспечивает себе место в загруппном мире. Преподнося благовоние, фараон возносит молитвы перед лодкой бога Солнца Амон-Ра. И, подобно Сетти, приносящему хлеб, уток, инжир и гранаты Изиде, Ом Сетти следует древнему верованию. Да, каждый год во время Великих Празднеств и затем, в день рождения богов Осириса и Изиды, я прихожу сюда, преподнося вино, хлеб и благовоние. Я люблю приходить сюда. Здесь я, правда, чувствую себя как дома. Через три дня после завершения съемок, Ом Сетти умерла. Ее похоронили в Абидасе, египетском городе Воскрешения. Во времена Рамзеса самым могущественным божеством для живых был бог Солнца Амон-Ра. Он был покровителем Пфиф, расположенных на ниле между первой столицей Некен и Абидасом. На восточном берегу, там, где восходит Солнце, находились храмы бога Солнца, Карнак и Луксор. На западном берегу, где Солнце каждый день погребает себя, был комплекс гробниц царственных особ, долина царей и долина цариц. Греческий поэт Гомер подарил Фивам бессмертие, назвав их «Городом тысячи врат», где четыреста героев на конях и колесницах минуют каждый из этих великих врат. В эпоху Рамзеса Фивы купались в роскоши. Рамзес повелел дополнить храм Луксора прекрасными извояниями, огромными статуями, обелисками и площадками, посвященными величию Амон-Ра. Сегодня экипажи возят по улицам Фив новое поколение почитателей. Но, простояв три тысячи лет, эти монументы могут разрушиться в наше время вследствие интенсивного возделывания земель, индустриализации, изменения погодных условий, отчасти из-за Суанской плотины и даже из-за самих туристов. В 1924 году, отреагировав на неминуемый кризис, Восточный институт Чикагского университета открыл в Египте свое постоянное представительство. Эту штаб-квартиру, именуемую Чикагским домом, основал доктор Джеймс Генри Брестет, отец американской египтологии, мечтавший осуществить перепись всех монументов Древнего Египта, которым грозит опасность. Сегодня Чикагским домом руководит доктор Ленни Белл. Ученые Чикагского дома проделали титаническую работу, составив эпиграфический обзор. За последние 50 лет Восточный институт издал колоссальные серии томов, содержащих результаты обзора. Благодаря гениальному сочетанию фотографий и рисования, египтологи Чикагского дома создали фоксимильные рисунки резных и рисованных поверхностей монументов. Только они останутся после того, как иероглифы и украшения навсегда исчезнут со стен храмов. Когда к власти приходил новый фараон, для него было типично изменять храмы, присваивая себе зодческие заслуги своих предков. Интерпретируя изменения по формлению, специалисты из Чикагского дома расшифровывают летопись храма Луксора. Когда слава Египта, царство фараонов померкло, люди стали строить дома внутри храма. Их руины на 2000 лет погребли под собой большую его часть. Когда сто лет назад начались раскопки, стены внезапно подверглись воздействию воздуха. С тех пор соль, вытекающая из камней в сочетании с атмосферной влагой, превращается в кристаллы, которые, сползая, уносят с собой детали оформления. Соль на стенах заставляет нас торопиться. Рельефы исчезают, так что через 200 лет этот храм все еще будет стоять, но все его оформление осыплется. И мы хотим, чтобы, когда ничего не останется, были, насколько это возможно, точные зарисовки этих узоров, дабы ученые могли сверяться с нашими рисунками, не сомневаясь в их точности. Тогда ответы на все вопросы об оформлении они найдут в наших томах. Когда люди уже не почитали здесь своих богов, большие участки храма разбирались. Крупные блоки разбивали на части, чтобы использовать их для строительства. Тысячи таких кусков были собраны за последние 30 лет. Чикагский дом проводит систематические поиски фрагментов, чтобы восстановить участок, именуемый утраченной колоннадой. Найдя фрагмент, который может подойти, художник Рей Джонсон делает пометки, затем камень аккуратно фотографирует. Сначала карандашом, затем чернилами, художник проводит линии, исправляя и дополняя то, что стерло время. В избежание неточностей, два египтолога относят фотографию к камню, чтобы внести исправление. Здесь, наверное, был перепел, хотя края отполоты. Это месс, лисьи шпуры. Почти все видно. Кажется, это было сделано специально, тупым зубилом. Забавно, что они не поступили так здесь, с гусем. Мне кажется очевидным, по крайней мере в этом свете, что это две линии. Да, я смотрю и думаю, что ты прав. Они, наверное, все равно соединили бы линии, закрасили бы их и заштукатурили. Затем художник накладывает фотографию на свой эскиз стены. Были обнаружены только фрагменты, обведенные чернилами. Но по найденным фрагментам иногда бывает возможно восстановить весь рисунок, созданный творцами три тысячи лет назад. Поддерживай меня. В те редкие и волнующие моменты, когда найден фрагмент, для которого подобран участок на стене, его устанавливают на место. Чуть левее. Еще немного. Ко мне. Так, фрагмент за фрагментом, древний храм Амон-Ра встает из небытия. В Чикагском доме выяснили, что колоннада храма Луксора является самым крупным сохранившимся монументом, возведенным Тутанхамоном. Чтобы полностью изучить его архитектурную историю, письмена на вершине строения необходимо сфотографировать. Собраны лестницы высотой с пятиэтажный дом. Впервые за 50 лет люди пытаются подняться туда. На колоннаде высотой в 21 метр доктор Белл изучает приемы древних мастеров. Прилаживая глыбы, они вставляли между ними деревянные блоки, чтобы придать прочность конструкции. Когда-то колоннаду венчала крыша, но она рухнула, или ее убрали в какой-то момент до 1600 года нашей эры. Опознанные ее фрагменты на полу храма. Оценивая прошлое храма, доктор Белл неизбежно задумывается о его будущем. Парадоксально, но вибрации от бесчисленных шагов туристов, приезжающих сюда каждый год, даже углекислый газ, выдыхаемый ими, разрушает незаменимые сокровища, которыми они любуются. КОНЕЦ Чикагский дом выяснил, что спустя сто лет после того, как Тутанхамон возвел эту постройку, Рамсес II систематически стирал с нее имя своего предшественника и заменял его своим, наивно полагая, что обманет богов и присвоит себе заслуги в строительстве колоннады. Но Рамсес также умножил великолепие храма Луксора. Он возвел массивный вход, в горизонт, с которого ступает вперед бог Солнца. Резные рельефы являют нам картины потрясающего ежегодного празднества Пира Апета. Когда разлив Нила достигал Апагея, золотую статую бога Амон-Ра доставляли Луксор из Карнака на лодке-усыпальнице. Во внутреннем святилище храма Рамсес преподносит скрытому перед нами богу благовоние, цветы и пищу. Когда жертвоприношения и церемонии завершаются, жрецы выводят процессию из храма, очищая путь перед собой. Тысячи горожан толпятся у реки, стремясь увидеть музыкантов, лубийских танцовщиц, воинов и жриц, сопровождающих процессию на берегу Нила. Затем усыпальница бога возвращается на священную лодку и, продолжая величественную церемонию, жрецы, бог и фараон на Буксире возвращаются в храм Карнака. Любимая царица Рамсеса Нефертари и царственные дочери приветствуют пребывающую процессию. Завершая церемонию молитв и восхвалений, длящуюся почти месяц, царственные чета входят в великий храм Омона в Карнаке. Здесь, в священных закутах храма, святыня с золотой статуей бога будет сокрыта от людских глаз до следующего года. Пережив символическое обновление и возрождение, божественный царь Рамсес вступает во внутренние покои храма, куда не дозволено входить простым смертным. Строительство этого величественного зала, начатое с этим первым, завершил Рамсес. Этот встроенный каменный лес состоит из 134 колонн, высота некоторых из них достигает 25 метров. Подолки и колонны украшены картушами Рамсеса, магическими канатами, окружающими ими царя, чтобы защитить его от зла. В иероглифах его имени звучит послание. Это Ра, Бог Солнца, Его Отец. От Бога Солнца фараоны получали право на власть, божественность, закон исправления и атрибуты власти. Поэтому они возвели величественный город Бога. Сто фараонов достраивали и украшали его в течение двух с лишним тысяч лет. Это строительство не утихало вплоть до начала христианской эры и продолжилось, когда современные археологи принялись восстанавливать эти вечные символы веры. На другом берегу Нила простирается царство мертвых. Здесь, в мистической имитации заходящего солнца, укладывались тела усопших, чтобы они могли возродиться вновь подобно солнцу, восходящему каждый день. Фиванский некрополь, вырезанный в сердце горы, является обширным лабиринтом гробниц. Здесь архитекторы Рамзеса возвели его роскошный погребальный храм Рамессау. У его входа лежат огромные фрагменты его гигантской статуи, тысячи тонн гранита, некогда вздымавшиеся на 17 с лишним метров. Это она вдохновила Шелли на написание сонета «Азимандиас», в котором он назвал фараона царем царей. В 1224 году до н.э., когда Рамзес умер, Рамессеум был великолепен. Здесь магия его имени и образов дарила ему вечную жизнь. Это была последняя остановка для усопшего царя и его похоронной процессии. Священное место, где отныне и вовеки следовало совершать ему подношение. Хотя плакальщицы рыдали, они знали, что, если совершить необходимое приготовление, можно жить вечно. Поэтому они несли с собой все, что может понадобиться покойному в его вечном странстве. Здесь царя ждали лодки, в которых он совершал бы бесконечное плавание по Нилу. И трон, на котором он мог продолжать царствовать. Здесь имелись даже магические фигурки, могущие служить ему в загробной жизни. Расписывая свои гробницы, народ Нилы изображал загробную жизнь как приятное продолжение своей земной жизни. Место, где можно развлекаться, охотясь на уток, где щедрый урожай спасет от голода. Умершие уносили с собой книги мертвых. Они учили покойного, как избегать богов и демонов, которые могли преградить ему путь. Богиня Небес, чье тело украшено звездами, простирается над склоняющимся Богом, символизирующим Землю. Между ними крылатая фигура Бога Солнца плывет по загробному царству. Божественный бесец Тодд, с головой Ибиса, делает пометки в то время, как деяния покойного взвешиваются на весах правосудия. Обращаясь к богам, усопший подтверждает свою невинность. Я чист словами и поступками. Нет во мне ни греха, ни вины, ни зла. Те, в ком не находили греха, могли присоединиться к Осирису, чтобы жить в счастливой стране заходящего Солнца. Но самое важное то, что должно быть тело, в которое могла бы вернуться душа. Бог Бальзамирова Неонубис подготавливает тело грядущей жизни, чтобы мумия Рамзеса отправилась в свою гробницу после того, как жрец произнесет над ней такие слова. Ты будешь жить снова, вечно. Усыпальница Рамзеса II. Она в скверном состоянии, доступ в нее закрыт почти для всех. Но команда под руководством доктора Кента Уикса из Калифорнийского университета в Бергли недавно составила ее карту. В эпоху династий, пришедших на смену династии Рамзеса, царские усыпальницы систематически разграбляли. В последней попытке спасти оставшиеся царские мумии, жрецы собрали их и спрятали. В 1871 году гробокопатель нашел Рамзеса II там, где он пролежал непотревоженные три тысячи лет. Теперь мумия Рамзеса, изъятая египетским правительством, нашла покой в Каирском музее, вдали от долины царей. Это западная долина, часть древнего фиванского некрополя, примерно 23 квадратных километра важнейших археологических находок нашего мира. Долина цариц, долина царей, гробница Тутанхамона, все это здесь. Но несмотря на то, что эти земли уже несколько веков привлекают к себе интерес, до сих пор не существует подробной археологической карты того, что здесь есть. В этом заключается цель фиванского картографического проекта Беркли, составить археологическую карту, настолько подробную, насколько это позволяет современная техника. Это важный проект, он позволит нам изучить историю некрополя, но что еще важнее, он поможет нам сохранить и защитить его. Для получения топографических данных используется аэрофотосъемка. Одна целая триста три тысячных. Спасибо. В лагере, расположенном в деревне у подножия некрополя, команда изучает новые данные. Хорошо. Вы видите Q2 над храмом у Дейр-Эль-Медины? Снимки, сделанные из воздуха, помогают набросать план работы на следующий день, когда будет составляться карта в долине цариц. Прямо над храмом? Да, вот. Хорошо, туда мы пойдем завтра утром. Собнестив замеры, сделанные на земле с планами гробниц, они создадут новаторские трехмерные карты. С ними будет проще находить связь между географией и местонахождением известных гробниц, и, возможно, это позволит ученым обнаруживать новые гробницы. Давай бросимся здесь, Дейв, а потом отправим все вниз. Вы с Джейнни спускайтесь. Сначала мы все передадим вам. Дейв, выбери, что мы заберем вниз, а остальное оставим здесь. Не бери лампу, я возьму ее. Давай сегодня закончим работу в задней комнате, Дейв, если возможно. Думаю, мы сможем. Похоже, здесь крутая лестница. Да, смотри под ноги. А на самом деле нет. Я взял. Хорошо. Каждое помещение обмеряется с помощью стандартных геодетических приемов. Каждая археологическая деталь будет зарисована и зафиксирована. Хорошо, Дженнифер, я и вижу эту точку без твоей помощи. Свети на нее. Хорошо. Пожалуй, это все, Кетти. Ты решил эти проблемы в задней комнате. Усыпальницы царских отпрысков было принято устраивать долине цариц. Это гробница юного принца, сына Рамзеса Третьего. Здесь сам фараон от имени мальчика преподносит благовоние богам. Эти трогательные сцены показывают нам, как фараон вводит своего девятилетнего сына в окружение божеств загробного мира. Неся перо правды, мальчик послушно следует за отцом. Считается, что древние скульпторы и художники освещали интерьеры гробницы храмов с помощью полированных металлических отражателей, игравших роль зеркал. Эти сцены были сняты в таких же условиях. Это усыпальница Нефертари. Хотя у Рамзеса были как минимум четыре царственные супруги, она оставалась его любимицей. Из-за блажности, возникшей вследствие интенсивной ирригации на близлежащей ферме, изысканные фрески на стенах ее гробницы осыпаются. Если ученые не остановят их разрушение, это будут последние мгновения жизни Нефертари, которая должна была длиться вечно на этих стенах. С этой женщиной Рамзес хотел отправиться в вечное странствие. Ей адресованы эти слова. Принцесса, исполненная изящества, госпожа страсти, умощенная нектаром любви, повелительница двух царств, певица прекрасного образа, величайшая в покое хозяина дворца. Все, что ты скажешь, будет сделано для тебя. Все прекрасное, как ты пожелаешь. Все слова твои даруют лику безмятежность, посему мужчины обожают звук твоего голоса. Эти похвалы говорят нам о любви и надежде, о народе и цивилизации, которая достигла великих высот, а затем незринулась в небытие. Здесь, у храма Езиды, построенном на острове посреди Нила, находился последний оплот верований древних египтян. КОНЕЦ После 332 года до н.э. греческий род Птолемеев стал последней правящей династией фараонов. Приняв религию египтян, они возвели этот храм для почитания Езиды, божественного символа материнства, ее мужа Осириса и их сына Хоруса. Их легенды неоднократно пересказываются на стенах храма. Но Египет захлестнула легенда другого святого семейства. Грязные изображения, теперь считавшиеся языческими, были сколоты. Христианство стало государственной религией, и в VI веке этот храм превратился в христианскую церковь. Смысл иероглифов забылся, древние обряды были запрещены. На 12 веков история древней египетской цивилизации была утрачена. В 640 году страну покорил ислам и учение Мухаммеда. Обереница чужеземцев правила ею до 1952 года, когда спустя 2000 лет революция вернула Египту полную независимость. Впервые со времен фараонов Египтом вновь правили египтяне. В сердце его современной столицы, Каира, статуя Рамзеса II, созданная 3000 лет назад, взирает на своих далеких потомков. Каир с населением в 10 миллионов человек является самым крупным городом на африканском континенте, мучимый проблемами 20 века, среди которых стремительный рост городов, загрязнение окружающей среды, экономические и политические трудности, Каир, как и сам Египет, выживает благодаря выносливости, юмору и силе египтян. Ввиду роста численности населения и растущих потребностей нации в энергии в 60-х годах 20 века была построена Асуанская плотина. Эта плотина, на строительство которой ушло в 17 раз больше материала, чем на постройку Великой пирамиды, является монументом молодого патриотизма и технологии, которую некоторые называют религией 20 века. Нубия, находящаяся за плотиной, была затоплена. Большая часть ее древних земель исчезла под поднявшимися водами Нила. А рядом с Абузимбелем и величественным храмом, высеченным из песчаного монолита, образуется озеро, подбирающееся к основанию колоссальных изваяний Рамзеса II. Обеспокоенный мир осознал, что вода скоро окружит храм. Как спасти его и храм Нефертария, расположенный рядом? Благодаря средствам, выделенным Египтом, США и ЮНЕСКО, накануне неминуемой катастрофы в дело вступила международная группа, пытающаяся опередить полнеющий Нил. Храм, разрезанный на пластины, при толщине распила не больше 6 мм, был демонтирован. Работая днем и ночью, бригада, идя сверху вниз, срезала со скалы 58 метров камня. Секции, размеченные для хранения, превратились в гигантскую головоломку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Шестьюдесятью метрами выше, вне досягаемости Нила, храм был вновь собран. Колоссов монтировали с точностью часовщиков, погрешность не превышала два миллиметра. КОНЕЦ Древние жрецы-астрономы создавали храм Рамзеса таким образом, чтобы солнце проникло внутрь него, благословляя фигуру фараона в день его юбилея, 30-й годовщины его царствования. В наше время инженеры переориентировали храм таким образом, чтобы солнечные лучи и сейчас, спустя 3200 лет, падали на фараона в каждую годовщину того дня. Золотя статую царя, восседающего среди богов, бог солнца рад купает их фигуры в священном свете. Почему люди приходят сюда со времен Древней Греции и Древнего Рима? Эти монументы есть символ поиска смысла самой жизни, жажды единения с богами, потребности в красоте, надежды на бессмертие. Их стоит изучать и спасать, потому что летопись прошлого рассказывает нам что-то о нас самих и позволяет нам заглянуть в наше будущее. Здесь египтяне и путешественники устремляют свой взор на Рамзеса, говорят с ним, вспоминая его как вождя, который подписал первое важное мирное соглашение на нашей планете. В нем говорится, с этого дня, дабы вечно между нами был добрый мир и доброе братство, он будет в мире со мной, а я буду ему братом и буду с ним в мире на веке. Древние египтяне верили, что, говоря о мертвых, они возвращают им жизнь. Для Рамзеса поиски вечности завершились удачей. Автор сценария и продюсер Мириам Бёрч, режиссер и оператор Норрис Брок. Монтаж Хайман Кауфман Композитор Лин Мюррей Композитор Лин Мюррей Президент Национального географического общества Гилберт Гровенер Председатель Национального географического общества Мелвин Пэйн Композитор Лин Мюррей Продюсер Мюррей Субтитры создавал DimaTorzok